здорово пацаны выражаю душевную благодарность сельцовским пацанам большое спасибо что вы поддерживает меня в трудную минуту желаю вам процветания здоровья и долгих лет жизни а также треша и угара и не терять бодрости духа так что пацаны завтра иду рвать корни которые остались на верхней челюсти ну потом по ходу дела будет ясно но я буду выходить в эфир и если кто хочет мне помочь ссылка в описании санчел здорово здорово что-то я слышал там книжку депешмот купила что там в книжке хорошего толстая толстая такая приличный толк а кто написал насмотрел джонатан миллер ну и чё там нет ну там все сначала с их него то есть история еще до еще как в школу ходили там христианское общество пятидесятники протестанты они смотрят все с одного района и там под возле луна на короче город какой-то небольшой был базил дон какой-то не помню сейчас позел бон дон базил бонзил дон и понятны что они со школы музыканты были ну эндрю флетчер играл там где-то стой подожди давай так кто-нибудь из них ходил музыкальную школу ну вот эндрю флетчер пожалуй да более всех там так подожди саш ты состав группы знаешь но который сейчас ну да кто на чем там играл вообще флетчер на они все на синтезаторах играли то есть они все играли на 1 альбом 1 1 сезон 2 3 1 альбом все на синтепоп чистый но и получилось что вот они выстрелили они вообще там я кто но они интересовались вообще дети там дети до прощавые были но 16-летний до они же в 17 лет уже у них вышел первый альбом восемьдесят первом году были прикинь какие талантливые да и нет потом ушел wins clark а где они денег за это на первый альбом там же дороговато стоит насколько я помню на первый альбом на вот на сену я помню что им владелец студии сказал я вам ничего не заплачу и вы мне ничего не заплатите просто выпустим сену вот альбом вот speak and spill я живу дешевле летание нет запамятовал там столько информации что сразу не упомнишь планета но они тогда на наркоте не пусть и не и на фитос как вы не жрали до wins clark с подружкой они отказывались от обедов каждодневных и благодаря чему могли купить коробочку маленьких таблеток амфетамина по 10 дней не ел не то что хлеба не было просто не хотел а ты как бы фанатеешь да нет не фанатея больше youtube люблю но депиша мне тоже нравится сильный но есть конечно у них там вещи такие вообще грандиозные ну и как у них там пошло это все ну вот потом выпустили альбом ушел wins clark пришел алан валдер вот который кстати был наверное самый такой профессиональный из них всех а валдер а wins ушел потому что он хотел сосредоточиться на написании чисто песен для других исполнителей а сам он свалил короче из депешмода и они клик клич дали типа ищем клавишника для синти поп-группы и появился как раз алан валдер а в восьмидесятом но они уже были известны мне надо еще не очень известная не стали когда вот speak and спил вышел уже тогда у них фанаты появились фанатки рубец группе с девочки группе за да да ну ладно хорошо депешмод это классиком считаю ну конечно конечно крафтверк ну да крафтверк тогда тоже играли а крафтверк еще раньше играли вообще я помню это в этой же книге wins короче с другом они пинг флойд слушали вырубали свет брали там все пожрать и сидели слушали амагаму а ну по это вещь хорошая 69-й ходу там это же дедушки получились они их лайды и дедушки электронного стиля а у нас в россии короче своя депешмод добыла рома рябцев и группа технологии да да нажми на кнопку за получишь результат но что ты можешь сказать который не я наоборот один там который пацан лидер муж как но рома рябцев наверно да вот он нормальный он как-то вроде вот а другой там есть такой подхана косит воды под его вот он прям таким пытается а таким голосом на всякий свободным как у да и вануды его он такой голос есть моего в церкви а этот поет такой ну косит явно хри хреновня канару ты первый раз их услышал начал плеваться конечно ни в какие ворот это но зато тоже наверно у них были девочки грудь вот к нам в город рома рябцев так и не приехала фиш по наклеил приехал ни хрена но я вот и не знал что там какие-то рома рябцев а еще круто но потом же по телевизору увидел рома рябцев я зашет технология они хотели в одежде выразить себя как бы пошли в секс-шоп и накупили такой садамазовский кожаный прикидон прикид прикид проклепанные такие короче они на сцену как выпулились а там все такие ай-яй-яй что за прикидончик они снимались только в клипе в кожа а потом они по моему там еще так не говорится о прикидах их я что-то там можешь подать астрички кто им такие делал сами не узнают он у них стрижки вот как у максима горького вот посмотрел как это называется трапеция вода наверно вот такие вот у них стрижки и были под максима горького косили они вот и что фанаты ходили группы технологии техникум учился у всех кубы на голове и писали на стенам и рисовали этот микрометр и ну ладно сань давай читай книжку потом еще расскажешь конечно давай до новых встреч пока пока